Привет, дорогие друзья, или НИХАО. Это означает, что сегодня у нас очередной выпуск Киноакадемии из Китая. Наши путешественники не прекращают нам высылать интересные сюжеты. Сегодня мы поговорим о темпах развития китайского государства. Добрый день, товарищи. Это видео специально для компании York Travel. Хотел просто показать, что в городе Гуанчжоу, юг Китая, узнаете? Да, похоже на мытищинский машиностроительный завод. Такой же примерно, как на территории Украины, на территории России есть. Да? Так вот, ребят, это у них как радиотет стоит. То, что китайцы развиваются семимильными шагами, это мы знаем уже давно. Но вот это видео наглядно демонстрирует нам, что мы, может, застряли в каком-то 19 веке. Да, это раритет. Просто, чтобы помнили, да, на каких раньше поездах катались. Вот, вот, вот. Это вот те вещи, которые еще наши мужики до сих пор ремонтируют. То есть до сих пор катаются. У нас это эксплуатируется. Вот, ребят, это раритет. Если учесть, что поезда мытищинского завода активно используются в перевозке нашего простого населения, то, может быть, пора уже их заменить? Хотя тогда на чем мы ездить будем? По многочисленным оценкам экспертов, мы отстаем от развитых держав где-то на 20, 30, а то и 40 лет. Но, судя из этого видео, даже сложно прогнозировать, сколько нам нужно лет, чтобы воздвигать вот такие масштабные проекты. Специально для York Travel, ребят, хотел вам показать Гуанчжоу, каким образом здесь строят районы. То есть, по факту, это широкомасштабная стройка. 40 этажей, 30 этажей, дальше. Ну, такие громадины. На первый взгляд думаешь, да, в Киеве уже давно воздвигаются такие постройки. Взять какой-нибудь современный развивающийся район в Киеве, где строится порядка 10 домов. Ну, в принципе, картина вполне обыденная. Следующее, на что я хотел именно обратить ваше внимание. Вот впереди нас стоят небоскребы. Дальше еще виднеются дома. Вот этот район впереди, если видите, да, там заграждение. Он просто полностью закрыт. Строит целиком район. Я не знаю, какие здесь площади. Я такого никогда не видел. Это что, китайцы так над нами издеваются? Или это мы застряли в 20 веке? То есть, в Украине, я был в России, я видел, как строятся какие-то там, ну, тот же Москоу-Сити, да, который очень известен. Ну, ничего подобного. Ничего подобного никогда не видел. Просто целый район воздвигается. С жилыми домами, рядом с комплексами вот такими. То есть, это по факту все идет под сдачу. И здесь пока все закрыто. Россия активно хвалится возведением Москоу-Сити. Да, действительно, это симпатичное место, которое имеет определенную архитектурную ценность и красоту. В Гуанчжоу устроятся простые, в кавычках, конечно, кварталы для населения, чтобы они жили в современных апартаментах. То есть, не так, как у нас, да, там, к примеру, один, два, три домика заселяет, заселяет постепенно, чтобы жильцов деньги взять. Я на секундочку остановлю, чтобы вы просто понимали масштабы. То, что мы с вами проехали, там еще дальше, да. Ну, это такое, здесь вот видите, стройки. Это все с 30-40 этажки будут. А дальше просто не могу вам показать, но там это очень видно. В общем, вот это, да, то есть, вот целиком, охапком одним, строить такой район. Вы просто можете себе представить, что это вообще за... Ну, вот эти кадры просто заставляют нас задуматься о том, что мы живем вообще в эпохе динозавров. Ну, я не знаю, сколько здесь этажей, но мне кажется, здесь, ну, примерно, когда в отеле Four Seasons, в любом случае, не меньше, чем 70. Это точно, да, не меньше, чем... Да какое? Это, наверное, даже больше, чем полтиника, это, наверное, сотня. И далее такие. В общем, специально для York Travel. Абсолютно неудивительно, если через несколько лет здесь будут летать машины в духе пятого элемента. Спасибо нашим постоянным путешественникам за предоставленные видео. Мы ждем от вас новых сюжетов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok